жесткая ситуация это было когда мы работали на большом объекте 18000 метров механизированной шпаклевки я никогда не работал я не посмотрел как он работает либо он должен я сорвал вот у тебя тебе нужно допустим там я не знаю восстановить дверь что ты будешь делать я не допускаю завала то есть я прогнозирую что в принципе руку набил и подход был достаточно такой серьезный то есть я делал основательно если надо было очистить потолки от старых поделки просто все выброс там интересно что это начинается после 23 вечера когда ты уже хочешь спать когда тебе ну просто ты читаешь это и забываем вот поэтому всем привет продолжаем сейчас давай я начну я обращусь всем привет всем привет продолжаю нашу серию роликов мастер своего дела и так получается что мы снова все вместе в одном месте вот и у нас в гостях небезызвестный михаил бизяев вот привет миша приятно мы кстати первый раз вместе увиделись то есть мы до этого не пересекались только перенесывались скайпе там очень очень первый раз да и кстати ну да очень первый раз так что мы начинаем присаживайтесь по удобнее ну и классический стандартный первый вопрос то есть это вот почему ты вот строитель то есть как ты пришел к этому то есть как вот ну вот то есть почему ты там где ты есть у всех историю разные конечно у меня если честно это видимо призвание то есть в 15 лет меня переклинило то есть я понял что я хочу строить ну во первых построить свой свой собственный дом я еще пока до этой цели не дошел в жизни вот но я хотел всегда заниматься и настроить то есть я уже в 15 лет там на клетчатых бумагах бумажках листочках чертил проекты какие-то там от мало до велика то есть от коттеджиков до каких-то там чуть ли не небоскребов то есть там планы этажей там делал в общем разрезать что такое но это все было без специального образования и по большому счету мне была прямая дорога в архитектурно- строительные я туда уже собирался вот но у меня сыграла некоторую злую шутку да вот ну история да то есть у меня школа моя она аффилирована с финаком было не было по большому счету прямая дорога финак куда могли взять с любыми баллами с любыми оценками достаточно было просто вот захотеть это да но я сходил на какую-то как это называется олимпиада да вот я побывал в стенах финака и мне жутко не понравились сами стены мне не захотелось там вообще присутствует учиться вот и меня перетянул в сторону инжека мой давний знакомый вот и там тоже была кафедра экономика управления предприятиях строительства вот я стал поступать туда вот но инжек в те годы был очень популярен он и сейчас тоже в топе вот я не добрал на бесплатное образование на госбюджет я не попал вот но я прошел там были двойной конкурс то есть можно было на платное обучение тоже нужно было пройти определенный балл вот то есть я целый год моя семья она не очень богатая платила за обучение в инжеке надо сказать что вот этих вот одного курса в инжеке мне потом с головой хватило на то чтобы учиться без там не то чтобы стройка на они пятерки в следующем институте куда я перевелся то есть я попытался на следующий год опять туда поступить опять не добрал в общем в торгово-экономические я поступил с высшим баллом по моему там очень легко вот в общем у меня торговая торгово-экономическое образование но пошел ты все равно туда я по специальности поработал буквально пару лет еще когда я учился я уже работал он стоять его курса пошел в макси дом это у нас крупнейший гипермаркет как раз девяносимом году открылся 1 макси дом это было что-то новое совершенно 10 тысяч метров гипермаркет туда весь город сразу же как на экскурсию поехал чтобы посмотреть ну и формат конечно же взорвал рынок то есть сразу же гипермаркеты стали расти расти как на дрожжах сейчас у нас в питере не помню сколько там 6 может быть макси домов ну и по всей стране пошли потом уже приходили караут и леруа мерлены и так далее вот мы сейчас это уже понятно что есть поработал ты там чуть-чуть да и работали все подсобником или как раз они как иначе нет значит работал я в отделе маркетинга я добывал для макси домов разведданные по ценам конкурентов они анализировали покупать нет я просто приходил с блокнотиком и переписывал цены во всех то есть все кто рассматривался в поле зрения макси дома как конкуренты все анализировались сначала я думал что на базе этих данных выстраиваться ценовая политика да но потом оказалось интереснее то есть мы давали эту информацию коммерческому отделу и коммерческий отдел на базе этих цен выстраивал свою политику с поставщиками то есть они видели где какие акции проходят где кому какую скидку дали и прогибали поставщиков нам по ценам вот значит закончил я торговый экономический то есть для того чтобы написать диплом мне все-таки уж пришлось уйти из макси дома на сказать работал очень много и преподавателя не можно очень говорить пишутя цвет лица зеленый тебе как бы надо завязывать сработает есть учись выше да вот я прислушался конечно и у меня было четыре отдела это лакокрасочные электротовары ну еще какие-то два я уже так плохо помню вот лакокрасочный был и поэтому мне потом меня взяли после того как я закончил институт взяли региональным представителем московскую компанию которая занимается производством красок это был на тот момент крупней один из двух крупнейших федеральных игроков по всей стране то есть у него был очень мощный канал распространение лакокраски это все бренды там были представлены все западные и в 2000 году они запустили собственное производство самых ходовых красок и это отразилось как раз на моей биографии да вот как ты получается вот поработал макси доме я да я попал в эту лакру да там мне кстати очень что немаловажно мне дали очень достаточно хорошую базу теоретическую по лакокрасочной химии то есть села лакокрасочные материалы они по сути одни и те же компоненты прямая дорога в малярку ну да да то есть я на базовом уровне понял что из чего состоит вот и поскольку вот этот производитель это была лакра это такая кузница кадров они очень так мало платят своим региональным представителям вообще персоналу поэтому все туда приходят какие-то базовые знания получают зарплату не устраивает и начинают дальше перераспределяться лакр продолжает кадры шумповать да вот и рынок очень сильно ну как бы производители которые были представлены в лакр декор они потеряли сбыт то есть фактически лакра она заменила заместила импорт своей линейкой и тем производители которые ну потеряли рынок сбыта даст при помощи этого федерального игрока они начали очень оперативно в течение года выстраивать свои какие-то каналы продаж продвижения и вот меня нашли то есть у меня уже был в моем багажнике да вот называется резюме дальше работал региональным представителем как раз в этой сфере и меня нашли там уже зарплату было это тысячи долларов это какой год я закончил институт 2003-м 2004 году вот у меня уже было 1000 долларов при том что я пришел в минусовую ситуацию то есть как сделала как сделала то есть подождите пришел опять эту компанию и там арты короче строителем то стал работать вот слушай дальше да я приходил в эту компанию и мы договаривались что мы в течение года должны выйти на товароборот 500 тысяч евро по моему северо-западному региона но пришел я говорю я не с нуля пришел я пришел в минус то есть компания за три месяца до того как принять меня на работу нашла какого-то дистрибьютора местного этот дистрибьютор у него были тоже вот какие-то там связи с магазинчиками они по этим своим каналам краску распределили там стало в течение двух месяцев трех месяцев товароведы на местах приняли решение что но зачем нам настоящая краска они начали возвращать я пришел в ситуацию когда компания стали возвращать да то есть я пришел когда минусовой товароборот ну и очень разными путями мы за полтора года за год не получилось за полтора года мы начали выходить на эту сумму в 500 тысяч в год вот когда я устраивался я договаривался на то что при выполнении вот этого пункта до компания начнет делать в санкт-петербурге официальное представительство то есть я буду директор филиала это 23 года это очень так существенно звучит вот я к этому стремился то есть я не сидел ровно на попе я очень активно рыл реально работал то есть мне вообще присуще то есть я довольно так человек увлекающийся ну да вот и я попадаю в апреле месяце очень серьезные дтп то есть я ломаю руку попал я с представителем короче с ппс ником у меня была honda civic человек ехал пьяным на уазике уазик это бампера по-моему 3 миллиметра встали 5 но в общем машина не пострадала у него вообще у меня все там как-то до до лобового стекла в 8 метров ну и рука сломана да и я начинаю общаться с своим работодателем говорю мне нужно какая-то какое-то средство передвижения мне нужен уже на тот момент мне нужен был заместитель потому что у меня было 10 называется промоутеров по магазинам по сетевым вот и нам оставалось только уже охватить профканал к этому профканалу я вообще никаким образом не не знал даже как подойти на тот момент тогда youtube не было и мы завели о том что будет ли представительство конце года по ну то есть по вот этой договоренности мы сказали по питеру очень большие накладные расходы то есть мы не можем от 500 тысяч открывать представительство так подумал что пожалуй не стоит продолжать работать с человеком вот и я еще попробовал устроиться дальше по этой же по этому направлению поработать но уже поскольку было очень много энергии потрачено и начинать опять с нуля и опять не контролируя этот процесс то есть ты полностью если ты работаешь на человека ты полностью зависишь от него конечно его решений вот ты сам не принимаешь фактически никаких решений я понял что надо что-то менять надо играть ответственность для себя вот этого опыта же не было никакого до опыта никакого опыт как появился одной один из товаров которые я продавал это были декоративные материалы декоративные штукатурки они были очень простенькие там всего-то и вида было вот но нас пригласили на обучение в москву всех представителей со всех городов профессиональный мастер декоративщик нам показал на мольберте так что наносится базовой техники все что мы могли запомнить мы запомнили попробовали уже на месте когда вернулись свои города и в каждом гипермаркете мы проводили по субботам какие-то мастер-классы то есть я умел наносить это все на мольберте то есть я не знал как это делается в массе на большом объеме я только теоретически это знал вот на руку я набил то есть у меня уже мастерок там не падал из рук как бы руки уже начали понимать вот и первое направление куда захотел открыть свою какую-то фирму но всегда хотел открыть фирму именно по не ремонту а именно по малярки ну то есть грубо говоря ты поработал поработал посмотрел там 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 не получилось и ты пришел ну вот первое давай так когда вы когда посмотри вот ты вот говоришь вот я не захотел никого работать и решил взять на себя ответственность сам за свое так сказать будущее вот вот этот момент это и было начало да как было начало ну еще пока я работал я начал практиковаться на собственной квартире дважды сделал себя в ванную комнату то есть первую комнату ванной которая сделала как раз вот еще был представителем но это было воскресными там субботними днями то есть целое левого же и плитку я ложил и заливал и гипсокартон ставил но это все было очень долго это было при помощи простейшего кого-то шуруповерта black and decker который кстати на удивление долго выжили после этого такой забавный полностью пластиковый фактически инструмент но он очень долго ходил вот потом значит когда я да значит как я решил взять первый объект еще когда я работал представителем я узнал про тендерную такую площадку ваш дом ваш дом ру по моему в общем я нашел там по малярке какой-то тендер при помощи цены я его выиграл вот это была строительная компания которая специализируется на отделочных работах то есть я не имел отношения не имел отношений с заказчиком я имел отношения с строителями я дну принципе руку набил и подход был достаточно такой серьезный то есть я делал основательно то есть я там если надо было очистить потолки от старых подвелки я их просто все выброс там но это я убил очень много сил и энергии времени и потом значит нужно было какое-то небольшое количество от штукатурки и основная часть это было как раз шпаклевка с шпаклевкой проблем особых не возникло но с штукатуркой были там нюансы фактически практически изучил по интернету то есть уже тогда были сайты посвященные механизированной штукатурки технология оттуда познал в какой-то момент про понял что я делаю качественно но долго и он поделил объект отдал половину там двум опытным маляршам и они мне многие моменты показали то есть я не был подсобником но у меня обучили ну и дальше у меня дело пошло потом я начал привлекать я уже тогда понял что в одиночку в этой сфере работать не стоит и я начал нанимать сказать даже напарников сначала да вот и man мы начали брать объекты по штукатурке то есть я уже на том объекте именно штукатуре да да то есть как же было по моему нас увидел нет вот точно мы на второй тендер выиграли мы уже не так по цене падали то есть мы по нормальным мы сделали полностью от штукатурили квартиру вместе с напарником но заметил электрик который делал в этой квартире электрику и у нас свел со своим текущим клиентом и мы так вот объекта на объект начали при помощи рекомендации именно мастер по рекомендации именно мастера вот это вот я сразу оценил что это работает конечно всегда когда ну вот электрики приходит допустим первую раньше так было электрики приходят первые и все последних идут там грубо говоря штукатуры и соответственно все там штукатуры ищет электрика потому что чтобы с ними познакомиться там где-то откатить у нас электрик так так бывает но расскажи какую-нибудь историю когда было страшно и тяжело вот нашей сфере то есть когда когда хотелось бросить тогда короче вот пипец бывает же были же такие случаи когда вот там там сам да такие случаи что делать сильнее что сделала сильнее когда ты сталкиваешься с проблем у тебя два пути да то есть либо ты понимаешь что этим заниматься не стоит либо ты ищешь путь решения возможно этот путь как бы не сразу вот эти откровения такое да и ты понимаешь сразу что делать ты откладываешь этот момент но в памяти ты это держишь и если ты сталкиваешься с ним по происшествии какой-то новый для тебя информации ты пробуешь по-другому вот и каким-то либо ты начинаешь искать просто целенаправленную информацию которую ты позволяет решить проблему вот либо ну как как что-то нажимаете события лишь поэтому спросил да и это я понимаю же верю как по свое событие какое-то такое расскажи да у меня просто было я там оставался один например когда у меня куча обязательствами перед заказчиками там и перед вами меня допустим там кидали партнер или там грубо говоря там воровали инструменты нам есть такие пики я вот про твои такие спрашивают то есть интересные то есть моменты когда ты понимал что вот блин вот сейчас наверно самая жесткая ситуация это было когда мы работали на большом объекте 18000 метров механизированной шпаклевки я никогда не работал с большими застройщиками для меня было большим сюрпризом то что организация работ может быть настолько по идиотски созданы то есть мы сделали первый подъезд скажем так это вот был с романом богачёвым мы сделали первый подъезд достаточно стремительно давно когда мы вошли во второй там уже стояла финишная электрика то есть штукатурка стоят розетки выключатели электрощитки ну очень много это это только малая часть того что было неправильно там стояли две и они были все под замками то есть нужно было для того чтобы попасть к фронту работ нужно было реально ну как то есть мы в три раза дольше делали чем могли естественно растянулась это все растянулось то есть расценка была поскольку это был первый объект который мы взяли по по механизации мы очень ценах не очень хорошо понимали скажем так вот и такие большие объекты когда они на пределе вот себестоимости это фактически это твой как называется ну короче это байба за ну не на жизнь а насмерть то есть ты пытаешься каким-то образом выставить что-ли то есть но это для меня это был объект это тюрьма то есть я приходил и понимал что нужно его доделывать и естественно у тебя были люди естественно конечно за все опираться в деньги да то есть многое проблемы возникли которые о которых я не предполагал изначально то есть когда ты делаешь квартиры и ты общаешься с частным заказчиком то есть какая то есть понимание то есть если заказчик понимаешь что как называется труда трудозатраты велики они возрастают а соответственно надо либо повышать оплату либо ты понимаешь что как-то не непропорциональный ты можешь уйти но на больших стройках все немножко по-другому потому что ты заходишь с определенными обязательствами там договора оборудование довольно большой больших денег стоит с людьми договоренности в общем это достаточно сложно на тот момент я понял для себя что необходимо в любом случае параллельно с такими объектами вести еще какие-то квартиры то есть там где живые деньги где люди более человечных себя относятся то есть это единственный был опыт да и то есть проблема боль в чем состоялась то есть вы просто затянули и нет просто понимать что то куда ты попал ты опять не можешь контролировать то есть то от чего я ушел изначально до к этому же я опять попал в этом в это же состояние так что не все от тебя зависит то есть да ты можешь пересилить эту ситуацию то есть ты волевым и своим вот сейчас как у тебя то есть ты сейчас ведешь несколько объектов ну то есть ты больше сейчас в роли все-таки ну не само производитель для работы все-таки человек который контролирует организует процесс работы да я могу сказать что к этому я пришел еще семь лет назад это был первый мой опыт по введению объекта под ключ нажимаем уже 8 2008 год кризиса до 8 лет назад то есть кризис большинства мастеров довольно мало работы в этот момент я как раз нахожу время для того чтобы написать первый свой сайт и ко мне поступает заказ по комплексной отделки двушки достаточно простая отделка но сложность в том что нужно сделать ее за 35 календарных дней я нашел я нашел для себя единственное решение то есть бюджет достаточно ограниченный то есть я не могу привлечь абсолютно профессиональных исполнителей но я могу привлекать бесконечное количество подсобников и у меня было до пяти человек на объекте причем было так что некоторых я увольнял уже в обед люди приходили с утра я понимал что с этим человеком обучить его быстро не получится и я расставался уже в обед вот ну то есть я уже понял что мне смысла в брать в руки инструмент уже нет то есть моя задача организовать работу других людей то есть мне нужны руки я знаю как что сделать то есть я единственный человек на объекте который понимает как все это сделать и я жил и путь нет 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 гораздо легче то есть я впервые 8 лет назад я уже заработал за этот месяц 200 тысяч рублей будучи просто мастером и до сих пор я понимаю что именно так все и делается только количество уже не пять человек бывает до 30 до 40 главное организовать вот эту вот пирамиду из людей пирамиду из людей материалов оборудования логистика диспетчеризация это называют то есть очень много нужно людей процессов всего увязать чтобы это работало в оптимальном хоть как-то не хоть как-то а тут кстати говоря отделка это не футбол то есть футболе те платят там какую-то сумму до забьешь ты гол или не забьешь контракт у тебя есть вот здесь ты не имеешь права не забить 99 и статус забить 100 и пока ты 100 не забьешь ты не получишь оплату понятно слушай ну так допустим вернемся в прошлое и что сам себе бы пожелал сейчас смотрят ребята молодые которые кто-то горит я буду сам работать кто-то хочет стать сразу прорабом кто-то хочет ну всех свое чтобы сам себе пожелал не жалеть сил на образование то есть мне очень многое дал инжек именно в плане базовой теоретической теоретических знаний мне очень много дала первый мой производитель лакро вот эти химические основы в лакроем это то что нужно то есть все все что какие-то знания профессиональные это база это база что останется с нами в любом случае да то есть образование именно полезны понятное дело что можно интересоваться там наукой фундаментальный но есть какие-то вещи которые тебя сразу же формирует в тебе правильный подход то есть если ты своим путем достигаешь какое-то понимание это трудный путь трудно да а когда тебе сразу же ставят правильную голову информацию и показывают что это правильно это неправильно это работает это не работает что хорошо в ютюбе да что можно увидеть много всего но правда единственное почему ролики с этим снимать как посмотрел ролик волошина ролик волошин да то есть он раньше все по ум начал к вам даже раньше земского вот и ну просто была у меня мыльница захотелось что-то снять первый ролик был первая страна миксер про миксер раймонди видел да и удалял нет есть люди которые удаляют я просим свой первый ролик не удалил на меня там на канале я не помню может быть удали можно наверно нет ну какие-то я конечно фильтрую то есть они прошествия во имя они становятся не актуальными многие ролики просто жалко удалять то что огромное количество просмотров но уже ты на другом уровне совершенно когда и когда люди смотря там трехлетней давности ролик тебя за это еще критикуют но ты понимаешь ну да я уже достать перерос это все но уже даже лень отвечать таким людям пусть комментирует его я хочу сразу несколько областей посоветовать да как мне удалось перейти от только шпаклевки малярки к комплексному ремонту мой первый этот напарник да он мне дал очень хороший практический совет да то есть когда нам этот электрик дал подряд по штукатурке из-за комплексное решение или все-таки да вот мы допустим здесь разговаривали общались допустим за специализацию да то есть это и больше не да да я вам скажу что оба вообще вообще в жизни в этой все что существует но закономерно то есть если существуют универсалы они нужны и есть если есть узкие специалисты они тоже нужны просто не в разных областях находится то есть есть простые проекты где нет смысла совершенно и это экономически необоснованно применение узких специалистов потому что это всегда цены выше всегда сроки дольше диспетчеризации очень много для проработать то есть ты должен увязать немеряное количество там больше десяти специалистов в рамках одного проекта если это проект однушка зачем и это простая однушка там все примитивно там нету какого-то дизайнерского такого навороченного кого-то решения на какой-то где-то полезно одни специалисты где-то другие это все индивидуально значит какой я хотел дать совет ребятам которые хотят с одной специализации перейти к комплексу вот на том объекте где нас позвал электрик делать штукатурку заказчица в принципе тоже нужен был комплексный ремонт она попросила нас сделать гипсокартон не я не он никогда это не делали и вот я посмотрел на это да посмотрел интернете там какие-то статьи в принципе да посмотрел на кнауфе на сайте кнауфа вот эти вот все мануалы вроде ничего сложного вот и мне мой напарник говорит нет давай позовем профессионалов они сделают мы посмотрим действительно мы позвали профессионалов мы увидели те нюансы которые ты не видел изначально то есть это как вот когда человек поднимается в гору да ему кажется что вот вершина горы вот здесь а когда он сюда поднимается он видишь на дальше когда туда поднимается а с вершины горы он видит всю картину то же самое здесь если ты чего-то не знаешь лучше не браться лучше привлечь профессионала и ну я для себя понял что мы не меньше трех профессионалов нужно привлекать чтобы хотя бы немного начинать разбираться и таким образом я начал я начал это освоивали таким образом гипсокартон ну и опять же теоретическая на теоретическая основа должна быть всегда то есть на практике можно повторять просто чужие ошибки на то есть ты смотрю как он делает как тот делает ты в итоге ты просто повторяешь то что они там ошибочно могут делать если какая то есть теоретическая информация и нужно обязательно изучить дальше вот мы набирали набирали разные работы то есть плиточника пригласили туда же и за три года в принципе я охватил я не могу сказать что все я на идеальном профессиональном уровне знаю и к этому даже может быть нет смысла стремиться если ты собираешься заниматься организацией фирмы то есть ты просто привлекаешь понимать специалистов да ну и когда ты уже понимаешь как все в этом бизнесе крутится да ты уже можешь понимать какого уровня те нужно как конкретный проект специалист либо это узкий специалист либо это универсал ты уже сам принимаешь решение я никогда не работаю с людьми которых я не видел в работе то есть я привлекаю людей ну скажем так по делу то есть я никогда по словам не служит ни по словам не по картинкам то есть по делу ну то есть на все равно же появляются люди которые вот ты не видел как они работают до этого я могу их свести с теми людьми которых я проверю и в работе ну то есть я вижу как они ну то есть как-то подстраховываюсь никогда и не значит были случаи для когда и не один я думаю ну скажем так что-то чего-то критичного не было то есть все было поправимое и на какие-то серьезные попадосы ты прошел мимо дает нет я просто принял для себя какие-то принципиальные вещи которых я не делаю например мне просто интересно например вот например я никогда не привлекаю человека которого я не посмотрел как он работает либо он должен я сорвал вот у тебя тебе нужно допустим там я не знаю восемь яновить дверь что ты будешь делать я не допускаю завала то есть я прогнозирую что мне не надо допустим набирать объект ладно помимо просто но бывает ситуация когда тебе допустим два или три человека подряд подвели допустим там установщики дверей у меня так был просто один человек не стал окей потом не смог то мне другой слава вообще не проблема сделаем тянулась долго он не смог на приехал в городами машина там сломалась не знаю что после которой просто взял мастера совета попал конечно жестко но сам смысл понимаешь такое бывает то есть если я мог бы сделать сами сделал бы давно но блин двери я устанавливал двери понимаю что вы будете двери которые там приехали недорогие я к ним не притронусь вот я подождал все профессионала если просто оказался таким среднем профессионал я никогда просто сам двери не ставлю не ставил и это всегда было для заказчика его зона была ответственностью не подожди когда ты представляешь комплекс нет я еще подожди я еще не предоставлял комплексных решений да и уже на тот момент я и на сейчас ну вот понимаешь тебе приходит человек говорит я объясняю я параллельно со мной очень много людей ставила двери и соответственно у нас телефонной книжке образовалось большое количество контактов и впоследствии когда я стал делать комплексные ремонты я начал обзванивать их если я их не находил ну то есть они там были заняты да то я у них же интересовался кого они могут порекомендовать это серафонный радио среди мастеров понятно вот и опять же как когда у тебя большое количество профессиональных контактов ты можешь найти любого специалиста в своем городе ну может быть на слов поменьше город но в санкт-петербурге вот именно так лет из через гипрочников можно найти через штукатуру в дверника не было вообще не только вообще то есть когда тебе рекомендуют мастера до другой мастер который так тут как уровень мастера с которым ты обращаешься он скорее всего определить уровень того мастера которую ты найдешь то есть ты какого-то низкого уровня мастера попросишь найти хорошего профессионала подобное течение всего скорее всего он тебе дезинформирует то есть нужно примерно в одном диапазоне да да но это уже такая тонкая штука не все это понимают то есть это вот и второе что я бы хотел порекомендовать хочу показать порекомендовать людям которые обращаются к нам блогерам за советами не делать это в одностороннем порядке то есть когда у меня люди задают какой-то вопрос вот михаил я вас там смотри ваш подписчик и так далее но у меня вот такая проблема такая проблема там и начинается на страницу текста что у него там произошло понимаете вот когда я общаюсь с другими ребятами кто снимает видео о своей работе пусть это даже человек который не связан со строительством но он точно также отдает информацию внешний мир с таким человеком приятно общаться когда человек что-то бесплатно отдает без какой-то корысти да хочется да с ним делиться и когда ты видишь этого человека хотя бы лицо когда тебе какой-то без познавательных знаков пишет какое-то не нечто у меня дачу вообще зачитаешься можно короче реально вот такую тетрадку реально взять и тогда было же самое я представляю что происходит с людьми у которых там миллионы подписчиков то есть сына это просто фильтр стоит на такие сообщения все вот то есть ну ты и и самое интересное что это начинается после 23 вечера как уже хочешь спать когда тебе ну просто ты читаешь это и забываешь поэтому совет такой что если вы хотите общение с людьми нужно что-то это же отдавать взамен почему хороший youtube потому что люди снимают какие-то видео материалы о том как они что-то делают таким образом они становятся тебе ближе то есть вот я приехал сейчас на этот форум я многих из этих людей никогда в жизни не видел ну в смысле в реальной жизни да но я уже сформировал о них какое-то мнение я как будто с ними знаком на это вот эффект офигенный то есть ну как будто вот действительно там соседней улице человек да да вдруг тогда одно это действительно то есть не мастера такие же то есть но не только просто клиенты клиенты ладно они просто и ну него видели видео в youtube и все она смотрит именно мастера и мастера пишет то же самое на самом деле просто с другого ракурса потом еще негатив первое сообщение приходит я даже не дочитываю до конца потому что невозможно то есть как бы ну мы реально там либо детская какая-то проблема либо еще что-то иногда бывает крайне редком случае когда действительно интересно и прикольно как-то написано туда а когда тебе тут в лоб выливают там целую кучу проблем причем явно неграмотно написано то есть не просто неграмотно а написано просто на набор слов ну вообще не пишите так по-братски да и понимаете вот скажем ты доходишь до какого-то уровня ты сталкиваешься с проблемами определенными ты ищешь эту информацию да и вдруг тебе задают вопрос о том что ты прошел 5-6 лет назад это понимаешь что боже это мне надо ему столько всего рассказать это понятно что нам не стоит не стоит начинать поэтому даже привет не то есть что лучше там кто сидит если у вас какая-то простая проблема спросить решение где-то поблизости не может кто-то и ответит но не вновь я ты я ты 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 не один который не отвечает это проще ноги ну да и в таких вопросов не все миллионы но там даже негативы и брогеры зажрались ну короче в таких случаях вот реально проще ты понимаешь что да действительно вопрос требует освещение ты начинаешь снимать какой-то материал один раз отвечаешь подробно на все вопросы да зачастую бывает иногда бывает легче так и иногда ссылки да кстати иногда беру и кидают тупо ссылку короче на где-то где я уже короче где-то есть решение раскину там и все очень очень они всегда так бывает ну да там порождаются одни вопросы порождают другие это был михаил безяев у нас на канале всем пока до новых встреч